Всем огромный привет! Сегодня я наконец-то решила показать вам вещи, которые я заказала себе на лето с Алиэкспресс, Валберес, Казаньэкспресс и других сайтов. Хотя вроде ни из каких других я больше ничего не заказывала. Ну ладно, ладно. Перед началом просмотра этого видео я хотела попросить вас подписаться на мой канал. Я снимаю почти ежедневно влоги, правда я уже неделю ничего не снимала, потому что я вся в учёбе, дурка говоря. Но, в общем, кому интересно, приходите на мой канал, а мы можем начинать. Начну я с чего? Начну я с того, что... Во-первых, у меня, наверное, свет, да? Падает на полу лица. Начну я с чего? Начну я с того, что посылки с Алиэкспресс мне идут уже с февраля. Сегодня 7-6 мая, и только сегодня я снимаю вам распаковку, потому что я всё ждала, ждала, когда все посылки я смогу обозреть, показать вам в одном видео. Начну я с малого. Скажу сразу, цены я вообще не помню, но предупрежу вас заранее. Естественно, они невысокие, так как я умею отбирать. Точнее, не умею. В общем, я отбираю, естественно, по минимальным ценам, чтобы всё заказывать. И первое — это три пары серёжек. Первые серёжки были в виде сердечек, такие большие кольца в виде сердечек, я не знаю, как их назвать. Они очень прикольно смотрятся, я носила их буквально пару раз, потому что они мне не очень идут вроде как, я не знаю, я не помню, но цена шикарная, сидят прекрасно. Я их взяла, естественно, на лето, погулять где-нибудь, куда-нибудь сходить погулять. Цены всех товаров вы будете видеть на экране, потому что я их не помню. Следующие серёжки — это серёжки сердечки ещё одни. У меня были точно такие же, я их тоже заказывала с Алиэкспресс, либо с Шейна. Естественно, это не серебро, и с них очень быстро слазит краска вот эта серебряная. Я обожаю эти серёжки, я их в одиннадцатом классе таскала, боже, просто ежедневные, я не знаю. И кто тоже любит такое, что-то миленькое, может быть, я не знаю, как это назвать, то обязательно заказывайте. Следующие серёжки — кольца. Это огромные кольца. Как-то раз я в третий раз пересматривала сериал Эфория, и, естественно, больше всех мне нравится Мэйди, Касси мне тоже нравится, но сейчас не об этом. Мне часто пишут на Instagram, что я на неё чем-то похожа. Я делала вот этот макияж, и на нём, мне кажется, я реально на неё похожа. Под определённым ракурсом, с определённым макияжем и прической. И решила заказать такие кольца, как у неё, точь-в-точь большие серебряные кольца, чтобы снять, может быть, какой-нибудь образ, похожий на Мэйди, но я до сих пор до этого не добралась. Приступим к следующему ожерелью. Оно сейчас на мне. Цена отличная. Но ждала я это ожерелье очень долго, потому что оно задержалось на почте. Я случайно заказала через почту. А не через постамат, или как это называется, правильно? Я не помню. Я давно уже хотела такое ожерелье. Диаметр этих бусинок будет написан вот тут, потому что я вообще не помню. Это вроде не самые маленькие, не самые большие бусинки. И, если честно, мне не очень удобно в этом ожерелье. Оно немного меня душит. Особенно, когда под вечер я уже хожу с ним, может, в конце учебного дня. Мне прямо начинает раздражать. Иногда я просто беру и снимаю его. Следующий аксессуар. Кепочка по скидке. Я давно хочу себе кепку. Хотела себе кепку с жестким... С жестким передом. Но увидела скидочный товар. Естественно, заказала. Я не знаю, идет мне или нет. Пишите в комментариях. Я вообще не умею носить кепки. Видите, я даже не могу в камеру не прийти. Ну, как-то так. Я пробовала, нужно как-то выпустить передние две прядки, чтобы было красивенько. Что-то типа вот эту. Я не вижу, как я сейчас выгляжу, поэтому... Такая кепка. Заказала я брюкам. К штанам Cargo, которые вы видите чуть-чуть похоже. Я вообще забыла, что я их заказала. Только сейчас вспомнила благодаря кепке. Материал отличный. Цвет прекрасный. Надпись Los Angeles. Я вообще все равно что-то написано. Главное, не какие-нибудь стрёмные картинки. Следующие два аксессуара. Я обожаю сумки. Я давно мечтала о розовой сумке. Также я увидела популярную на... Популярную на тот момент, когда я искала себе сумку на момент февраля. Примерно популярными были данные модельки. Естественно, такие продают на Валберсе, но я решила ждать месяц, с чем переплачивать полцены. Ой, паспорт у нас там. Да, у меня там... Ого, у меня жвачка есть еще одна. Вот такая черная сумочка. Она мне очень нравится. С таким ремешком. Кто-то говорит, что этот ремешок неудобен, сползает и так далее. У меня ничего не сползает. Качество отличное. Цена вроде она стоила полторы. Но она толстая, то спокойно может стоить дороже. Также идет такой кардхолдер, я не знаю, как его еще назвать. К сумке. Его нужно как-то вот сюда прицепить. Но я ношу эту сумку без кардхолдера, потому что мне не очень нравится. Слишком много всего как-то, не знаю. Мне стремно ходить. Потому что я не люблю особо броски вещи. Советую всем эту сумку, кто долго может думал, кто хотел что-то подобное. Конечно, ниточки у нас торчат. По всей сумке можно найти торчащие нитки. Но это не беда. Внутри хороший черный простой какой-то материал. Два кармашка. Да и в принципе мусор. Я обожаю эту сумку. Так что я придумала уже миллион образов, которые я могу показать либо в своем телеграме, либо в инстаграм. Так что, если хотите, чтобы я показала, какие образы я себе составила со всеми своими новыми вещами на лето, весну, пишите об этом в комментариях. Все буду ставить сюда, потому что мне лень убирать. Кстати, сумка была очень хорошо упакована. Она была с воздушным лопающимся пакетом. Я вообще не умею, ребята, описывать никакие предметы. Поэтому, если у вас уже льется кровь из ушей, можете выглядеть это видео. Также сумка шла в мешке таком. В общем, упакована была очень хорошо. Следующая сумка. Вот эта сумка, я ее как увидела на Алиэкспрессе, все. Я поняла, что я ее в любом случае закажу. Она стоила полторы тысячи. Честно, мне было жалко отдавать полторы тысячи за эту сумку. И в какой-то момент я решила опять на нее полюбоваться. И увидела, что она подешевела. Естественно, я ее заказала. И даже если бы она не подешевела, я бы ее все равно заказала. Планы также в хорошей упаковочке, в пакетике. Еще, видимо, в каком-то пакетике. Я не знаю, что это тут делает. Ну и вот она, моя прелесть. Я поняла, что я обожаю розовый цвет. Мой любимый цвет розовый. Я всегда пыталась понять, так это или не так. Как оказалось, это так. Вы просто посмотрите на детали этой сумки. Чего стоит вот эта, где она, булавка. Чего стоит каждое сердечко. Вот эта вот наклейка Джимми Хендрикс. Вот эта такая офигенная заклепка. Внутри материал не так сильно радует. В общем, какой-то... У меня опять тут уже грязно. Обычный какой-то хороший материал с одним кармашком. Также к этой сумке шла цепочка, но я решила, что я не хочу ее вешать, потому что, ну, мне не очень нравится, как смотрится. Так что, да. Также на этой сумке тоже торчат нитки. Но это не беда. Я, если что, их отрежу. Мне главное такую сумку доставьте. Я ее носила уже около месяца, и она стирается. Сейчас вы увидите, когда я поближе буду снимать эти вещи. Она немного стирается. Ну, я аккуратно ношу, в принципе, все вещи, тем более эту сумочку. Конечно же, продавец решил нас обрадовать. Положил в подарок заколку. Нереально. Я не знаю, я ее уж носить не буду. Это как-то странно. И то ли наклейки это были, я уже не помню. В общем, разные стикеры какие-то. Прикольные, красивые. Подсолнух посыпал. Вообще, на самом деле, вот такие подарки от продавцов очень мне лично приятно получают. Пишите в комментариях, как вам. Мне лично очень приятно. Ну что же, можем приступать к одежде. И первая на обзоре серая маечка. Она вроде у меня глаженная. Естественно, я ее уже носила раз в пять. И опять на ней торчат нитки. Реально, все в нитках. Ну, ничего страшного. Мне кажется, в этом нет. Минус, когда вы потеете, это видно. Ну, да ладно. Не знаю, как я буду носить ее жарким летом. Надеюсь, летом будет жарко. Я заказала эту маечку под штаны Cargo, которую я вам скоро покажу. Сочетание, ну, нереальное. Вы видите все сами. Просто бомбические. Или в конце видео увидите, я не знаю. Стоила она копейки. Понимаете, сами купить майку за 300 рублей. По-моему, она стоила 300 рублей. Но вы увидите цену на экране. Далеко отходить от темы майк. Мы не будем топиков маечек. Заказала я голубой попик тире майка. Она уже с таким вырезом синим на спине. Очень классный материал. Там что-то прочитайте сами. Мне она очень нравится. Очень приятная. Знаете, дорого выглядит издалека. Может, вблизи. Хотя это такой материал, ну... Но в нем не так жарко. Когда вы потеете, этого не видно. В общем, всем советую эту маечку. Следующее разочарование года. У меня есть топик с шейн. Белый обычный такой топик на бретельчиках. И черный. Естественно, срок годности уже у меня будет пока-пока. Но я ее до сих пор ношу. Решила заказать замену на Алиэкспресс. Во-первых, что за качество у меня прислали? Я вообще не понимаю. Это просто ужас. Бретельки какие-то... Боже, я вообще не знаю. Неаккуратно все как-то сделано. Материал ужаснейший. Просто он очень тонкий. И недавно я его мерила. И только при свете дня увидела то, что... Вот эти чашечки, которые там вставлены, они просвечивают и очень видны. Поэтому, скорее всего, мне придется их достать и носить этот топик без них. Либо я вообще даже не смогу носить его на улицу. Пока не знаю. Пока нормально даже не меряю. Это полное разочарование. У меня на него даже 200 рублей. Жалко. Я не помню, сколько он стоил. Это не тот прекрасный топик с Шеней, который был у меня до этого. Следующая майка. Вот эта майка покорила мое сердце. Я вам честно скажу, я в ней уже гуляла. Она очень красивая. Есть в нескольких цветах вроде как. Я хотела изначально заказать голубую такую. Но по отзывам это был очень некрасивый, кислотный, дешевый голубой цвет. И решила заказать серый. Здесь у нас идет сердечко. Металлическое. Со временем, конечно же, оно сотрется. Ну и цена, извините меня, не такая, чтобы носить эту маечку 5 лет. Сзади у нас открытая спина. И все это дело держится с помощью данной петельки на шее. Вот это, кстати, не очень для меня удобно. То, что у меня сзади какая-то петелька. Но, в принципе, привыкаешь. Я вам так скажу. Очень она мне понравилась. Я бы сразу заказала и в белом, и в черном цвете. Но, думаю, такая моделька должна быть в определенном одном цвете. Естественно, она стоила вообще недорого. Следующий товар это бюстгальтер. Бюстгальтер на присосочках. Я его уже носила очень много раз. Поэтому долго вам показывать его не буду. Ношу я его именно под вот эти майки, у которых сильно оголена спина. Цена вроде как была невысокая, но, мне кажется, можно было бы найти и подешевле где-нибудь, даже на Валберис. Но мне что-то стало лень искать, и я решила заказать вот данную модельку. Ну что же, можем переходить к низу. Нижнее белье. Я вам показывать его особо не буду. Естественно, себе тоже. Можете видеть в картинке. Это стринги. Заказала я их специально на лето, чтобы носить с новыми джинсами, которые чуть попозже покажу. И с новой юбочкой, которую тоже чуть попозже покажу. У меня так много новых вещей, я в шоке. Я вообще счастлива. Они идут в чёрном варианте и в белом. Они с такими-то бретелечками, фурнитура золотистая. Мне это не очень понравилось. Ну, в принципе, они удобные, а не хлопковые, в общем, плюс. Так что на лето, наверное, самое то. Надеюсь, что этот хлам вас вообще не сильно так тревожит. Ну что же, штаны, которые я очень долго ждала, это штаны Carbo. Они в таком цвете. Заказывала я самый маленький размер. Так вы нормально ничего увидите, так что смотрите в конце видео. Либо сейчас я вам показываю в полный рост, как они смотрятся. На них снизу шли завязочки, но так как они у меня были очень длинные, я не могла в них ходить. Мне пришлось перевязывать всю ногу завязками, подворачивать, выворачивать, чтобы хотя бы полдня в них походить. Это было очень неудобно. И я решила их укоротить. Укоротили отлично. И это просто идеальные штанишки. Которые, знаете, они сидят на бедрах, это очень удобно. И живот ничего не сдавливает, да. Просто идеально. Вы как будто без штанов ходите. Цена 1700 вроде они стоили. Нормальная цена, наверное, я не знаю просто сколько должно стоить штани. Мне кажется, это вообще дешево по сравнению с тем, какие цены на Валберс на Cargo. Совсем забыла вам показать. Это футболка Overslice. Она тоже с Алиэкспресс данного форматика. Цену я не знаю, потому что мне ее подарил Никита. Она очень красивая. Здесь у нас вообще бараний мотив имеется с синей надписью. Что написано, я тоже не знаю. Но смотрится она очень-очень даже прикольно. В ней очень удобно. Материал, конечно, не идеальный, но пойдет. По-моему, это были все товары с Алиэкспресс. Так что можем переходить к Валберс. Первое, что вам хотелось бы показать, это мои новые прекрасные джинсы с дырявыми коленями. 100 или они в районе 2000. Это очень хорошая цена для таких качественных джинсов. Они из магазина Austin. Изначально я их мерила офлайн. В магазине они стоили около 4. И, естественно, за 4000 я не куплю такие джинсы. И я решила посмотреть их на Валберс. Естественно, они там были. Я их уже там чуть за 2500 не заказала, потому что очень хотела. И в итоге заказала за вот такую цену. Я не помню просто сколько. 1700 примерно. У меня 25 размер, самый маленький. И, слава богу, он мне как раз. Я думала-думала заказывать 26 или 25. В итоге решилась на 25, потому что по длине они не длинноваты. И мне приходится вот так вот их заворачивать. Это не проблема, я считаю. Вот такие у них дырки. В общем, идеальные джинсы. Не жмут, что самое удивительное. Потому что, когда я мерила в магазине 25, офлайн, они мне дико всё пережимали. Но об этом я вам рассказала вроде в каком-то из влогов. Влог с 8 марта. Кому интересно, можете посмотреть. Очень джинсы идеальные. Я уже года 3-4 мечтала о джинсах широких с дырками светло-голубых. Я их нашла. Следующий товар это летняя юбочка, о которой я мечтаю тоже уже 3-4 года. Только сегодня я сходила на Валберс и забрала её. Изначально я мерила похожую юбку за 1700. И потом решила посмотреть на Валберс. Естественно, я нашла товар по вводу дня. Кто подписан на мой телеграм-канал, тот знает, что изначально я заказала себе XXXS. То есть 36 или 38? 36! 36! Я не смогла его даже нормально застегнуть до конца. И длина была очень короткая. В итоге я расстроилась и заказала 40-ой размер XS. К сожалению, в моей памяти осталось, что моя талия 42-44. На деле она 62. 60-62-64 примерно где-то так. Но эта юбочка на мне сидит идеально. Можете посмотреть. Я её ещё даже не гладила, не стирала, ничего с ней не делала. За 700 рублей юбка прекрасная. Она не просвечивает, длина идеальная. Так что кто давно такую искал, кстати, она ещё и в чёрном цвете вроде как, и в синем, то, если не заказываете, я всем советую. Ну и последнее, что хочу вам показать, это наколенники. Кто не знает, я ходила на танцы и решила заказать наколенники. И в итоге у меня закончился абонемент, а на танцы я больше не планировала ходить. В итоге я танцую в них дома. Заказала опять XS. Чем я думаю, я не знаю, но постепенно они растягиваются, они хорошо тянутся. Поэтому решила заказать самую дешёвую, потому что чёрные, хорошие такие, прям идеальные, стоят рублей 500-600. Слава богу, заказала я вот эти, потому что я вообще на танцы не хожу больше. Ну что же, столько вот хлам я и накупила, вам видно, нет? Вам видно. Честно, моя душа спокойна. Это вот я счастлива, я просто купила всё то, о чём мечтала. Да, я ещё хочу себе летнее платье какое-нибудь, но я пока даже не знаю, какое я хочу. Поэтому довольствуемся вот этой горой. Главное всё, успеть поносить за лето. Также я составила, по моему мнению, очень красивые, классные образы во всей этой одежде. Так что ждите фотки. Я уже, кстати, выложила две новые фотки в свою другую социальную соцсеть в новых образах. Надеюсь, вам я чем-то помогла, обозревая данные вещи с интернет-магазинов. Может быть, вы что-то давно хотели заказать, но были в раздумьях, хорошее ли они качество, хорошее ли сидят и так далее. Мои параметры будут указаны в описании под этим видео, кому интересно. И какие размеры я заказывала вещей, указано тоже было вот тут. Только сейчас до этого додумала, что надо бы это сделать. А вам я говорю всем огромное спасибо за просмотр этого видео. У меня появилась отличная идея, что я хочу создать. Я не знаю, как это правильно назвать. Так что подписывайтесь на меня везде, если вам интересно узнать, что уже я там такого напридумывала. И ждите вместе со мной. Я просто уже не могу. Очень сильно хотела вам показать то, что я придумала. Возможно, вы скажете. И это то, что ты, блин, так долго скрывала, гру-гаря. В общем, неважно, всё. Всем огромное спасибо за просмотр, за лайк, подписку и комментарии. Всех люблю и всем пока! Пока! Пока!